Привет, мир! Сегодня поговорим об устройстве, которое имеет сразу три названия – пенник, флотатор, скиммер. Давайте разберемся, для чего нужен этот прибор, как работает и где устанавливается. Аквариумы для морских рыб и беспозвоночных содержат небольшое количество воды по сравнению с естественной средой обитания животных, поэтому при регулярном кормлении через определенное время вода загрязняется органическими веществами. Также источником загрязнения воды являются продукты жизнедеятельности обитателей аквариума – экскременты, слизистые выделения кожных покровов, несъеденные остатки кормов, отмирающие и разлагающиеся части растений, погибшие животные. В результате гниения органических остатков сложные азотосодержащие соединения подвергаются минерализации, одним из продуктов которой является аммиак. Аммиак хорошо растворим и взаимодействует с водой с образованием ионов аммония. Аммиак – очень токсичное соединение, которое даже в очень небольших концентрациях в воде вызывает отравление животных. А вот ионы аммония относительно безвредны. Равновесие между ионами аммония и аммиаком в водных растворах очень неустойчивое и может смещаться в ту или другую сторону в зависимости от параметров среды. Поэтому в аквариумной практике под аммонием понимается вся сумма ионов аммония и свободного аммиака. Одним из главных факторов, влияющих на это соотношение, является pH раствора. С повышением значения pH концентрация ядовитого аммиака повышается в разы и соответственно токсичность продуктов жизнедеятельности в аквариумной воде быстро увеличивается. Морская вода имеет стабильное значение pH и поэтому аммиак составляет значительно большую долю образующегося в результате метаболизма аммония и часто приводит к отравлению животных в аквариуме. В этой ситуации гораздо эффективнее и безопаснее не подвергать высокомолекулярные соединения переработки в системе аквариума, а удалять их еще до того, как вода будет подвержена биологической или химической фильтрации. Удаление органических веществ пенным фракционированием или пузырьковой очисткой производится при помощи пенника. В этом устройстве, представляющем собой цилиндр, заполненный водой, поднимаются мельчайшие пузырьки воздуха. Эти пузырьки увлекают за собой частички органических взвесей, высокомолекулярные и химические соединения, в первую очередь белки, и в виде пены выводят их за пределы округа, в отдельную емкость. В замкнутом объеме пенноотделителя образуются миллионы мельчайших пузырьков. Таким образом, создается огромная поверхность контакта между водой и воздух, который притягивается поверхностно-активные вещества. Важную роль играет размер пузырьков. Это связано с тем, что площадь контакта газа с водой многократно возрастает при распылении более мелких пузырьков. При равных введенных объемах воздуха, во-первых, появляются в значительно большем количестве, а во-вторых, обладают существенно лучшей контактной возможностью. Другим важным фактором является время пребывания пузырьков в толще воды. Понятно, что чем дольше они находятся во взвешенном состоянии, тем эффективнее идет сбор загрязняющих веществ. Можно с уверенностью сказать, что из всех существующих методов химической очистки именно пеноотделитель действительно удаляет из воды большую часть органических соединений до того, как они подвергаются разложению. Попутно с этим из воды удаляются твердые частицы детрита, бактерии и фитопаланктон. Пузырьки всплывают, и на поверхности появляется маслянистая пена, которая подталкивается вверх давлением в пенной колонке и в результате переливается в емкость для отходов. Здесь пузырьки лопаются и остается жидкий остаток, который можно слить. Обычно он окрашен в различные оттенки коричневого цвета и имеет неприятный запах. Только когда выливаешь пеносборник, начинаешь реально понимать, сколько всякой дряни находится в воде аквариума. Теперь давайте разберем модели пенников и место их установки. Самые простые модели пенников работают при помощи воздушных компрессоров. Воздух нагнетается компрессором в цилиндр пенника и прохождение через деревянные или керамический распылитель происходит образование пенной эмульсии. Такие пенники устанавливаются в САМПе, специально отведенном под пенник отсеки с постоянным уровнем воды. Эти модели маломощные и слабоэффективные. Они были первопроходцами в своем время и считались тогда верхом инженерной мысли. В наше время такие пенники практически не используются. В более сложных и эффективных конструкциях используется устройство, засасывающее воздух под действием потока воды, созданного насосом. Срок работы такого генератора пены практически не ограничен и он не нуждается в обслуживании, что по сравнению с распылителями выглядит огромным преимуществом. В этих устройствах используется принцип трубки Вентури, знакомый автомобилистам по карбюратору. В трубке Вентури водный поток направлен через резкое сужение, заканчивающееся очень маленьким отверстием. Сужение в трубке приводит к появлению перепада давления и падение давления после сужения вызывает засасывание атмосферного воздуха через специальное отверстие в боковой стенке труб. Формируется очень мелкая смесь воздуха и воды, которая подается в нижнюю часть пиноотделительной колонки. Для того, чтобы эта система начала работать, вода в нее должна поддаваться под высоким давлением с помощью мощного насоса. Такие модели пенников устанавливаются как в сампе, так и вне его пределов. Они могут быть отдельно стоящими, либо навесными и устанавливаются на одну из сторон аквариума. Некоторые аквариумисты предпочитают пропускать через скимер не воздух, а озон. Озон повышает эффективность работы скимера, окисляет органику и стерилизует воду. При использовании озона на выходе скимера вода обязательно должна проходить через активированный уголь. Также желательно поставить уголь на воздушный выход скимера. Важно знать, что и воздействие озона на человека может отрицательно повлиять на здоровье дыхательных путей и легких, вплоть до хронических заболеваний. Также немаловажно понимать, что озон повышает редекс потенциал. Также я хотел бы упомянуть о таких явлениях, связанных с этим устройством, как бешенство пенника и длительное отсутствие пены. Последнее в основном связано с неправильной настройкой подачи воздуха и установкой уровня воды в пеннике и легко решается при помощи метода тыка. Также пенник может перестать пенить после того, как вы руками залезли в аквариум. Я не могу объяснить то, как это работает, но пенник возвращается к своей нормальной работе в течение двух-трех часов. В случае же с бешенством пенника дела обстоят похуже. В данном случае пенник начинает переливать чашу и в лучшем случае, если пенник стоит в сампит, то содержимое чаши выливается обратно в воду, а если пенник стоит отдельно, то все польется на пол. Природа этого явления также до конца непонятна. Пенник может начать беситься при гибели и гниении крупных жителей аквариума, при бактериальной вспышке, при добавлении препаратов с бактериями и специализированных кормов для кораллов. В данном случае надо наблюдать за поведением пенника и регулярно сливать чашу. Сами по себе эти случаи очень редкие и могут у вас никогда не случиться. Очень часто новичков интересуют, можно ли обойтись без пенника. Ответ, конечно, можно, но не новичкам. И это отдельная история. Вот, собственно, и все, что я хотел вам рассказать. Выпуск подготовлен специально для новичков сообщества «Морской рифовый аквариум». Если вам понравилось, вы знаете, что делать. Присоединяйтесь к нам, учитесь и получайте удовольствие от процесса. Всем удачи. До свидания.